Пусть меня научат! Мы продолжаем рассказывать о интересных профессиях Крымского полуострова. Сегодня мы находимся в мастерской у Михаила. Я очень надеюсь, что сегодня мне получится сделать из этого брусочка, из этого полена, что-нибудь интересное. В частности, очень хочется сделать сегодня красивый зимний такой подсвечник. Что из этого выйдет, узнаем немного позже. Ну вот, рядом со мной Михаил Бельгер, который, надеюсь, мне сегодня расскажет и подскажет, как же работать с деревом. Расскажите, что мы сегодня будем с вами делать? Ну, начинаем с выбора материала. То есть, вот мы берем брусок и сразу же смотрим, что с него можно сделать предположительно. Потому что при обработке от замысла остается процентов 30. Потому что когда дерево открываешь, оно бывает просят совсем другое. Ну и смотрим изъяны. Тут я уже, правда, приготовил. Ну, допустим, вот сучок. Если мы его пустим сюда вперед и будем его обрабатывать, он, скорее всего, преподнесет нам какой-то неприятный сюрприз. То есть, мы должны его обойти аккуратно? Да, мы его оставляем на дно и мы его потом отрежем. Выбранную заготовку мы клеим. Вот планшайба, которая будет прикручиваться на станок. Это тоже мое, в общем-то, изобретение. То есть, берете фен. Обычный такой вот фен, хороший. Обычный, промышленный. От него можно прикурить, ну и так далее. Это вот, насколько я понимаю, это стержень простой, да? Это силиконовый клей. Берем его, греем и наносим клей сюда на пятак. Побольше надо наносить. А, толщий слой. Расскажите, у вас есть вообще ученики? Вы кому-нибудь передаете свое мастерство? Ну, на сегодня в моих учениках ходят мои же родственники. То есть, моя дочь, племянник и его жена. Ну, в общем-то, все занимаются. А, и дочь? Да, дочь 17 лет, она уже второй год точит. И теперь нагреваем, чтобы такие пузырьки были по всему периметру. И немножечко прогреваем вот этот дом. Поверхность, ага. В общем, ждем. А, вот уже начали появляться пузырьки, я смотрю. Там, где есть уже нормально. Сейчас вот это еще. Догреваем. И вот это тоже мы прогреем, чтобы сразу не остыл клей, когда мы будем сопрягать, так сказать, сопрягаемое. Вот мы получили результат. Теперь оно немножечко остынет. И потом можно... Да, потому что если мы ее сейчас повесим, оно может просто съехать. По своим весам. Закручиваем планшайбу на вал. Да, затягивать сильно не надо, она затянется сама в процессе. Ну, то есть, вот до упора закрутили. Этап у нас будет завершен. Есть, завершен. Теперь мы поджимаем задний центр. Для того, чтобы поджать, мы должны включить станок и найти задний центр. Я включаю. То есть, вот у нас пошел процесс. И все это затянули. Опять провернули, проверили, что все нормально. Держим, прижимаем. И потихонечку начинаем водить. Вот таким образом. Мы должны обязательно пододвинуть упор. Включаем станок и пробуем. Начинаем вот отсюда, например. Аккуратненько. Бугарки ямки пускай не смещают. Мы их потом доберем. Смотрим, каков у нас результат цилиндровки. Вот еще есть кора. Это раз. И второе. Вот она у нас получилась немножко таким вот конусом, трапеция. Не знаю, как лучше сказать. То есть, нужно больше... Это, в принципе, не страшно. Вот мы выставили примерно, проверили. Ну вот, смотрите, примерно мы более-менее уже... Да, да, вот оно пришло. Теперь мы подрезаем вот этой вот стамесочкой аккуратно. Где-то вот, чтобы чуть-чуть она выступала за край и цеплялась здесь. И доходим до вот этого пятака. До упора вот сюда. И чуть-чуть, 2-3 миллиметра протачиваем вглубь. Вот, если честно, уже, когда Михаил столько всего сказал, пару раз попробовал уже, если честно, даже не так страшно. Попробуем, давайте. Все, с этим мы пока закончили. То есть, потом мы, когда начнем прорезать глубже, это подрежется. Вот это мы пока, допустим, не трогаем. То есть, сейчас мы выбираем, начиная вот отсюда, начинаем выбирать вот такую вот ямочку. Значит, сейчас мы берем, здесь вот протачиваем. То есть, у нас должна получиться нога. Нога должна быть чуть-чуть меньше, ну, там, допустим, на четверть наружного, верхнего диаметра. Тогда будет симметрично, не симметрично, а пропорционально. То есть, сейчас я по этой линии... Нет, не этим, это широкий. Вот он. Да-да-да, вот он. Вот он и есть еще более узкая. Нам сейчас пока что этого хватит, да? Пока этого хватит, да. Мы начинаем потихонечку прорезать вот этот вот. А, вот здесь вот я углубляюсь. Нет, здесь не надо, вот здесь углубляюсь. А отсюда мы сделаем вот такую вот, типа, сферу. Михаил, расскажите, как долго вообще вы занимаетесь этим делом? Вообще, я этим делом занимаюсь, ну, не именно токаркой, а деревом я с шести лет начал заниматься. Я жил в Тюменской области, игрушек не было, кроме деревянной. Нужно было самим самому все делать. Да, поэтому я на всю улицу пацанам делал пистолеты-автоматы, стреляли горохом, ранетками. А профессионально, второй год только занимаюсь, а так я все время делал как-то для себя, раздаривал, раздавал. Ну, товарищи... Пора уже этим делиться, Михаил, потому что нельзя все себя оставлять. С удовольствием, с удовольствием. Рассказывайте дальше теперь. Сейчас мы... Подчищаем, шейку мы еще проточим, это мы уберем. Здесь мы подрежем. И у нас вот это все должно углубиться еще немножко. Потом мы здесь немножечко еще почистим, и у нас, в принципе, практически готово. Ну ладно, да. Останется самое веселое отшлифовать. А, вот это? Любой плотный. Любой плотный, конечно. Давайте, пожалуйста. Убираем, убираем. Вот. А теперь вот эти? Да, ну пошли теперь выбирать здесь. Можно сделать кончик. Вот так. Вовнутрь, заглубляемся. Да-да-да, правильно, правильно, правильно. Сюда сдвигаем, да, Михаил? Угу. Вот. Так, сейчас... Сюда сдвигаем, смотрим, что тут у нас получается. Как вы думаете, что в вашей профессии самое сложное? Чуть-чуть. Самое сложное, это техника безопасности. Очень много нюансов. Как всегда и как во всем, основное время занимают подготовительные работы. Чтобы получить удовольствие от работы, все должно соответствовать. То есть, инструмент должен быть острым, крутиться должно хорошо, должно быть смазано, должно быть отрегулировано. И это занимает основное время. То есть, мы заготовку можем искать 2 часа, а точить 20 минут. Сначала немножко углубимся. Да-да-да-да. Теперь мы берем в руки наждачку. Сюда надо залезть. Значит, мы его так сложили, залезли, прошли. И вот это все мы... Я понял. Тренируемся. Ну да. Работаем. Работаем. Мы уже отшлифовали наше изделие. Теперь после этого, Михаил, чем мы займемся? Теперь нужно прорезать до конца. Так, нужно прорезать до конца. До конца. Пока вот этот пятак не отвалится. Ниже стамеску. Прошел, сдвинул. Берем вот этот край. И пошел. Все, прорезал. Вот этот вот пятак, который там у нас остался, его нам нужно удалить. А, вот это вот, да? Да, вот это вот. И на его месте мы будем делать отверстие. И пошел на себя. И пошел на себя до конца. Что мы тут имеем? Мы имеем 18 миллиметров. То есть от 18 до 20 миллиметров мы сейчас должны сделать здесь отверстие. Проверяем, насколько мы точно. Вот получился у нас идеальный диаметр. Идеально. Смотрите, и по диаметру, и по глубине. И теперь, Михаил, у нас какой этап? Следующий. Теперь у нас завершение. Нужно обрезать. Обрезка это сложный процесс. Самый сложный, в общем-то. Давайте, наверное, тогда доверим это вам, Михаил Харастов. Чтобы я это сделал. Чтобы он... Вы уже хотя бы посмотрите. Вот она. Вот она. Красавица. Красавица. Последний штрих. Нам нужно обработать ее мастикой. Это вот такая вот масса. Это воск с льняным маслом. Мы это еще потом прогреваем. Промышленным феном, которым мы клеили заготовки. И еще раз прополировываем тканью. На дно мы не жалеем. Еще раз большое спасибо, Михаил. А ну а мы с вами встретимся уже ровно через неделю, где узнаем еще больше подробностей о очередной интересной и важной профессии для Крымского полуострова. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...